всем добрый день вас приветствует канал волчица и я кая сегодня мне надо было по делам вот это только пришла только пришла уже четыре часа не успела никуда больше ездила в больницу к статику ездила проведала все нормально месяц он там лежит освободилась там отдельная он сейчас в общей палате лежит освободилась отдельная палата но она как-то резервированная не знаю туда не лошадь говорила с врачом отказались врач мне термин сделал на вторник на 11 утра пойду на термин в том районе как раз сошла магазин в акцион правильно я хочу что акцион магазин конечно ширпотреба как пишут ширпотреб там но есть очень хорошие вещи которые можно приобрести станет большие тени вот что я сегодня там и купила купила такую лампу такую лампу купила не она нужна во первых для канала она мне нужна очень удобная хорошая лампа металлический корпус делано хорошо и что хочу сказать по поводу видеть вот это вышло со своей шапкой я ее там перепутала неправильно дело потому что я во первых утром что не проснулась как надо и я пар ярлыку и и отдела тут ярлык он оказывается стилете а я ее потом наперед такая шапка но как-то разницы нету сейчас вроде правильно сейчас опять напишите что неправильно а я ее отдела вот так короче короче я думаю кто понял тот понял вообще я шапки не люблю вот прошла волос надо опять мыть шапки не люблю но сейчас поход и погода сырая морозит я специально такую шапочку купила она с плащовки внутри такая утепленная и с плащовки и еще осенью купила где-то в сентябре в конце сентября хорошая шапочка на той же курточку такого цвета и будет красиво пишут что в германии шапки не носят я не знаю тоже шапки не люблю но по такой погоде хотите когда голова у тебя от дождя мокрая то она не очень приятно это шапка плащовка санты я тоже не люблю так что еще купила купила такие носочки это лампа я кстати сказал 5 евро стоит акция сейчас на них за 5 евро это сталь секунд новогодние носочки на николая такие евро 50 в акционе качество так посмотрела нормальные вроде качественные и хорошие да у нас солнышко вышло так что еще так больше ничего не купила в акционе такую кружечку купила тоже евро 50 все по акции красивая новогодняя такая красненькая не под свитер такую кружечку а лампочку купила 2 евро для этой лампы цоколь и читая 14 обычный цоколь е27 это и 14 сошла браво браво я купила супную пасту пол и хорошая паста и что хочу еще сказать вам насчет комментаторов сегодня выложила видео это видео с автора выложу потому что в один день творить это многовато выложу с автора это видео то что утром сегодня выложила видео почитала комментарии не знаю люди и пишут что с ютуба в евросоюзе оказывается налоги не берут я когда состала канал я сразу чоп-центр предупредила что я состала канал они мне на что сказали что если вы желаете работать онлайн желаете работать в интернете в ютубе вы будете платить в него налоги и это наша работа что люди и другие работают просто я не знаю 21 век на дворе а многие люди считают что все должны на саботах работать на фабриках работать сейчас 21 век люди по разному работают кто в ютубе кто на заводе до сих пор работает хотя сейчас все автоматизировано и уже меньше количество людей работает на заводах потому что 21 век все в основном на ютубе работает если на то пошло в интернете и на ютубе и кстати со всех стран мира youtube это американская компания из любой страны с россии из казахстана с германии с украины с грузии с латвии с литвы с любой страны мира все платят ютуберы блогеры все платят налоги человек работает человек платит налог если бы я хотела еще раз повторюсь если бы я хотела чисто для себя бы составить канал я по комментарии закрыла все по закрыла и 1 месяц там какое-то видео для себя бы загрузила но блогеры которые ежедневно выставляют видео они профессионально занимаются youtube каналом вот и все так что если вы считаете что с ютуба налоги у меня тоже наберется тысячу подписчиков я сразу оплачу стране в которой я на данный момент проживает а германия сразу оплачу налоги так что вы не переживайте я налог на я насчет этого очень честный человек и я никогда черную работать не собирается причем черную работать на youtube это варианта нет потому что все открыто все в свободном доступе и все публично так что если вы насчет этого будете предписать я буду удалять комментарии не обижайтесь купила водички брэва воды купила минеральной купила хлеб черный опять-таки пишут насчет хлеба я человек славянский славяне без хлеба посмотрите любых блогеров славян все в основном обедают с хлебом я не знаю с чем вы обедаете как вы обедаете я вам не говорю идите быстро в магазин покупаете себе пуханку хлеба я вам этого не пишу и мы от хлеба не поправляемся точнее поправляемся но если его есть конечно эту пуханку сяду и сразу ее съем вот тогда я конечно поправлюсь я знаю у меня есть лишний вес но я надо не комплексую сегодня я полная сатра я похудею так что вы не переживайте а поправляемся от того что я сладкоежка ну никак в этом не вина хлеба так что этот на счет хлеба мне не пишите я белый хлеб от белого хлеба то можно это если в меру есть то и от белого вы не поправитесь но мы славяне мы привыкшие к хлебу я не могу я даже картошку шарим и без хлеба есть не буду хоть будет конец света но я без хлеба есть не буду так что не нашел также насчет сигарет я понимаю многие хотят видеть меня пьяную где-то под собором валяющиеся тогда вы будете писать кучу хороших комментариев явно я курю то я курю уже 5 лет я уже говорила на трансляциях я курю 5 лет и буду курить до того момента как я сама не решу просить курить никому не советую если вы не курите вы молодцы это ваша 6 ваш выбор я курю и буду курить пока я буду курить я думаю этим все сказано смотрела недавно плони что она ходит 50 лет возрасте плони же очень интересная я иногда ее смотрю это уж и что же самое пишут она тоже эфир ведет курят в эфире и то же самое пишут почему я не понимаю почему мы должны вот это выслушивать я прошлый раз вела последний эфир вела вышла на балкон перекурить поставила елочки там видны были все красиво всех предупредила сразу там нашлась одна луналикая так скажем нашлась начала мне строчить в прямом эфире и это же на пять минут заплатировала начала строчить то что какое я имела право выйти и курить и оставить зрителей на две минутки а извините меня я две минутки не имею права перетохнуть чтобы у меня голоса отошли от чтения комментарии комментариев от телефона я я робот я не знаю тоже я работала на любой работе у меня был перерыв я биту прямой эфир у меня тоже тоже должен быть хотя бы на две минуты перерыв я не веду эфир по 40 по 30 минут так что я не знаю буду блокировать вот честно такое писать не надо вот это у чайка если день не получился у человека настроения нет он заходит на канал и пишет гадости причем бесплатно это делает а я себя в обеду не дам всех предупреждаю в обеду к я в обеду себя не даст я такой человек нравится кому не нравится но я такой человек меня еще не родился такой человек кто на мне ездил я всем отпор всегда давала я работала водителем трамвая пассажиры тоже попадались какие хейтеры но отпор они получали такой что помнили этот отпор я думаю долго потому что я добрая добрая но если меня тронуть настоящая хищная волчица так что как-то так сегодня ничего такого не купила купила вот это десяток яиц десяток яиц купила все в доме вроде есть вот это селедку только тареньем шубу шуба тоже опять таки вот это шубу выставила тоже сразу майонеза мало а если бы ее майонезом солила то писали бы как можно столько майонеза я же говорю желтину это это бывает ужас это бывает сардельки купила гречку отборю с гречечкой сейчас тоже картошку пожарю и буду жареную картошку с хлебом есть и сарделькой так что кому не нравится насчет мукпанков тоже я уже провела опрос большинство зрителей саму панки если кому-то мукпанк не нравится пожалуйста переключитесь все блогеры всего-всего мира любой страны снимают мукпанки я специально для себя зашла и посмотрела и американские блогеры и российские блогеры и украинские блогеры и швейцарские и но с любой стороны все снимают мукпанки так что вот это при отписать не надо что мукпанк снимать нельзя то что вам не нравится если вы голодные пойдите перекусите и смотрите или вообще не смотрите мукпанк просто не смотрите у меня канал не мукпанков у меня разносторонние видео на канале ох у нас сегодня с вами эмоциональная распаковка так и водичку еще купила и водички все я же еще раз говорю я вот это отвечаю только для хейтеров я никого не знаю просто я пишут что я типа несправедлива критика ну опознуйте свою критику опознуйте я должен не может что-то не нравится но я никогда гадости писать никому не стану смотрю какого-то блогера мне что-то не понравилось я выключила и не смотрю лайк не поставила разумеется понравилось поставила лайк но гадости сойти в комментарии писать гадости но это последнее дело это удел или малолеток каких-то которые хотят не знаю утвердиться как-то на хейте либо это либо это больной человек какой-то гадости пишет вот именно гадость я не говорю критику какую-то обоснованную критику пишут именно гадость или в чужую 6 носую то я показываю транслирую свою шесть но у каждого свои грани грани присутствуют везде я раб я работала вот например водителем трамвая довольно долгое время проработала у меня была своя кабина если пассажир переступал грань пассажир и водитель пассажир получал без мата тут конечно не скажешь могу матюкнуться но матюкаться не буду но он получал по достойному ответ от меня я никогда никого не терпела в жизни и терпеть не собираюсь а хороших людей наши в нашем мире большому счастью достаточно много хорошему человеку отношения хорошая к плохому отношения соответствующие так что не забудьте подписаться на канал и поставить лайк всем мира добра и не будьте хейтерами а набирайтесь ума до скорой встречи всех целую бай-бай